здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео на этом видео коротенько хотел бы показать несколько скажем так секретов секретов правил для хранения инкубационного яйца здесь у нас яйцо гусиное сейчас находится значит вот того как мы правильно его соберем сохраним как можно быстрее это все сделаем будет зависеть у нас количество цыплят которые вылупятся в будущем яйцо собирать желательно как можно чаще чтобы он не залеживался у нас в гнезде чтобы не засиживали его гуско или чтобы он не переохлаждалась если гуско как бы бросает хранить хранить яйца желательно под наклоном где-то 25-30 градусов где-то 15-25 градусов наклону я вот так он все просто подложил под коробку там какой-нибудь предмет любую было какой-то дряни бутылка можно порегулировать больше меньше яйца слаживается острым концом вниз видите да при этом яйца желательно раз в сутки переворачивать значит это я в идеале так сказать так так обрисовываю картину температура хранения должна быть от 12 до 15 по-моему градусов 12-15 градусов влажность одни рекомендуют в подвал спускать но мне кажется в подвале начнет развиваться грибковая какая-то плесень на них я думаю это это излишне они за за неделю там у нас начинается оптимально собирать течение недели но 10 дней всем 10 дней можно некоторые источники пишут нам до 15 но вы должны понимать сами чем раньше мы это сделаем тем лучше будет у нас выход из яиц цыплят соответственно 10 дней это такой срок вполне ну как бы нормальный для яиц хотя можно там и до 14 дней их собирать но желательно сделать это все в течение недели 10 дней вот так скажем так значит яйца яйца у гусей получается достаточно не очень чистый вот я сейчас буду мыть кстати покажу как я это делаю видно у нас будет ли нет сделай паузу так значит яйцо если она грязная но процентов 60 яйца чистых можно его нет не мыть в принципе скоткую страшную тайну я в прошлом году вообще их нему и по большому счету если его не мыть яйцо произойдет такое такое будет такая неприятность яйцо просто стрельнет у вас в инкубаторе раз то есть она стухнет там завоняется раз начнут развиваться микроорганизмы внутри яйца и она не будет как бы ну птенец не будет развиваться зародыш разовьется там какой-нибудь бактерии неприятный и она просто стрельнет опять же но природа как бы она сама все это дело предусмотрела и когда гуско курица любая птица это яйцо проходит через но выходит из нее проходит через кулаку она смазывается там таким поверхность покрывается гадостью такой она допустим достаточно такой барьер нормальный для удержания всех этих вредных веществ существ но все равно для того чтобы это все дело нам связи снизить свести к минимуму лучшее яйцо протереть чтобы она у нас была чистая значит вот у меня яйца я собирал сегодня собирал последние буквально не только там пару часов назад собирал то не грязный ведь некоторые не очень грязные некоторые грязные но загрузкой не уследишь гадость такая животное такое безалаберное что может выронить яйцо где угодно так и курица в принципе значит сейчас я вам покажу каким способом я их очищаю способом масса можно их там закладывать марганцовку там в теплую воду я использую перекись в этом году обычная перекись водорода цена и 1 копеечная единственная рекомендует ее в этот самый из ну залаживать в теплую перекись нагревается температура должна быть раствора 2-3 градуса выше температуры яйца и тем самым чтобы не было шоково яйца давайте мы сейчас эти яички у нас уже готовыми залаживать в инкубатор сегодня сейчас воспользуемся коробкой взял такой распылитель на этот в принципе из под продается и перекись распылителя наносим наносим эту нашу перекись значит обратите внимание эти как зашипела ну то есть это грязь которая там на нем начинает активно перекись начинает это что за фильм я знаю что я сделал мы пойдем другим путь вот так из единственная надо сразу там на буквально на минутку я знаю в литературе пишут замачивать можно 15-20 минут но я так подозреваю это если 1000 гусей да дам и гусятник целый у меня тут за день и не сносят 5-7 яиц соответственно дам не такое большое мне оборот я думаю распылителя вполне будет достаточно в домашних условиях хотя было в том там у меня есть видео я в марганцовке водички запускал тоже главное чтобы водичка была наш раствор не был холодным да чтоб не было стресса у яйца и повторюсь с одной стороны да я согласен что надо это все стирать но с другой стороны природа постаралась поэтому яйцо покрыто там свой достаточно она хоть и дышит там это рассказываю все равно даже и когда вытирать его будете будет чувствоваться как она покрыта какой-то дренью я не знаю честно можно посмотреть литературе почитать ну не суть давайте мы давайте я сделаю как я сейчас сделаю посмотрите и потом увидите на следующем видео что там у нас будет выводок выведется не выведется цыплята ну я уверен что выведутся уже неоднократно так делали ну так что в принципе в принципе все должно получиться на макс вот и течка у меня очистилась а особо там его затирать не надо скоблить не надо она ну для него это не очень хорошо потому что все равно там слой поверхностный остается защитным любом случае останется мы его не сотрем ну и соответственно стараемся его там сильно не царапать щеткой по металлу надо его обчищать лучше два раза допустим тряпку чистый берем пару раз протереть допустим нужно сейчас аппарат его еще раз брызну на на чистовую же получилось так что еще хотел сказать по поводу хранения яйца гуси короче начинает нестись а у нас февраль-март ну до апреля месяца соответственно очень внимательно на при сборе яйца быть чтобы она у нас не переохватилась если гусиное яйцо переохватиться до 8 игра плюс 8 градусов произойдет остановка развития этой яйцеклетки и соответственно у жизни ничего не выпадется соответственно в утреннее время лучше сагу гуси несутся утром под утро несутся чаще всего под утро реже там к обеду ну к вечеру тоже будет видно в основном под утро вот я прихожу и они теплые яйца еще еще мало того гуско сидит на них но как бы защищает гуси твари умные очень кстати восприимчивые но очень чувствительные к изменению погоды вот если допустим ожидается похолодание заставить их нестись будет достаточно про если не проживают на улице на мусоре у них не тепличный достаточно сложно заставить их нестись они начнут скажем так ждать потепление связано с тем что живут они в условиях при которых сложно потомство вывести если будет холодно что еще какой момент ну видите а вот этот операцию желательно делать сразу как только вы яичко нашли его там в гнезде сразу достаем обрабатываем максимально чем быстрее мы это сделаем тем меньше шансов что болезнетворные там вирусы бактерии проникнуть через коробку заразят на желток не наш зародыш будет какой-то дефективным там или вообще он не разовьется возможно такие варианты но из-за попадания грязи через споры через споры этого самого скорлупы так что еще температура дате при 27 градусах температуры начинается развитие зародыш соответственно температуру повышать до 20 семей нежелательно где хранить я же повторюсь еще раз хранение допустим одни рекомендуют в подвал спускать опять же если подвал очень сырой но нежелательно потому что мы могут могут начать разводиться на нем грибковые там споры там в любом в любом помещении и споры грибках в жилом там не в жилом все равно они есть мы и думаем что их нет но они все равно есть соответственно если яйцо мы собираем в течение ну там 7 10 дней 70 дней 1 если даже будет лежать при влажности не у них 78 процента как риме мы рекомендуется я уверен что она не высохнет ами не потеряет свою силу ну то есть и будет достаточно там влаги в нем для развития зародыш поэтому ну я как бы вот у меня одна из комнат получается у крайняя комната плохо прогревается специальные там не раз не топлю сильно батареи по прикручиваем и в ней температура где-то нового может днем там поднимается и выше ну а ночью да где-то вот как есть градусов 12-15 все все что я хотел сказать по сбору яйца по подготовке яйцо у нас очищена в течение недели мы его собрали и теперь можно будет его залаживать мне даже за неделю собралась на инкубатор теперь будем его залаживать как мы будем залаживать будет следующее видео потом посмотрим что из этого всего получится вылупиться не вылупиться кто так что подписывайтесь на канал ставьте лайки собирайте вовремя яйца яйца собирать как можно чаще чем быстрее очистим его от грязи тем лучше такие несложные правила храним при температуре 12 градусов хотя опять же желательно разложить их конусом вниз острым краем вниз под углом но если этого даже не будет сделано они у вас просто будут собраны где-то в ведерке ничего не произойдет супер смертельно все равно вывод будет но может будет уменьшиться это так сказать скажем идеально условиях а по сути в природе все происходит намного проще и все будет тоже вылупляется всем так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коробки всего доброго